С баскетбольным клубом «Энергия» новый губернатор Павел Коньков еще не знаком. В пятницу глава региона встретился с баскетболистками и тренерским штабом, чтобы обсудить нынешнее положение дел в команде и, главное, перспективы на будущий сезон. Баскетбол на нашей территории – вещь сравнительно молодая. И я искренне вам благодарен за то, что вы вывели его на тот уровень, когда это заметное событие в области. Это сложнейший проект – держать такую марку команды в Российской Федерации. И я с большим уважением отношусь и к вашим руководителям, и к вашим тренерам, ну и, конечно, к вам. Потому что, что бы они там ни делали, все равно конечный результат, он все-таки за вами. Результаты у ивановских баскетболисток пока впечатляющие. Основанный 13 лет назад клуб за 4 года добрался до лидирующей строчки высшей лиги. Затем, покорив Суперлигу, вышел на всероссийский уровень. Будущий сезон для ивановской команды будет уже четвертым в Премьер-лиге. Планы на новый спортивный год команда ставит перед собой амбициозные. Прежде всего мы бы хотели не отступить назад. То, что было достигнуто в прошлом году, хотели бы закрепить. Нам это очень важно, потому что попадание в число восьми лучших дает право представлять Россию в Кубке Европы. И, кроме того, это очень важно еще и потому, что у нас новый состав. И надо девчонкам, молодым, которые к нам пришли, тоже дать понять, что у нас высокие амбиции, чтобы они тоже этими амбициями прониклись. Ну и для молодежи будет Премьер хороший. В команде действительно произошли серьезные изменения. Все игроки нового состава, по словам тренеров, сильные и амбициозные. Осталось лишь соединить этих профессиональных баскетболисток в один сильный коллектив. Это основная задача тренеров. Дебют нового состава клуба в чемпионате состоится совсем скоро, 18 октября. В спорткомплексе «Энергия» наши баскетболистки сыграют с одной из сильнейших команд России – Курским «Динамо». Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванова.